Верховный суд России не увидел в областном законе о мерах соцподдержки, нарушения прав в сельских педагогах. Судебная коллегия по административным делам рассмотрела апелляционную жалобу трех жителей региона на решение областного суда по их иску, в котором они требовали признать недействующей седьмую статью закона о мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Самарской области. Напомню, в декабре 2016 в эту статью депутаты губернской думы внесли изменения, согласно которым педагогам и пенсионерам из сел стали начислять компенсацию расходов на оплату ЖКХ, исходя из регионального стандарта нормативной площади жилого помещения. Ранее же они имели право на бесплатную площадь с отоплением и освещением. В январе трое жителей региона обратились с иском в областной суд. Служители ФИМИДы пришли к выводу, что изменение формы предоставления мер соцподдержки не меняет их суть и не ограничивает гарантированное федеральным законодателям право на их получение. В документах, в частности, говорится, цитирую, средний объем выплат педагогическим работникам в 2017 году по сравнению с 2016 сохранился. И в связи с этим не имеется оснований полагать, что объем социальной поддержки, предоставляемой педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках, поселка городского типа, уменьшился. Обжаловать этот вердикт ИСЦИ попытались выше инстанции, однако Верховный суд оставил решение областного без изменений.